Шумиха вокруг избиения. Инспектор ДПС небезызвестным мамо Феррояном вроде бы улеглась. Экс-полицейский Хронека получил свои 30 миллионов. Сын экс-депутата осужден и освобожден досрочно. Но есть момент в этой истории до сих пор нерешенный. И человек, пострадавший за свои, а точнее, не совсем свои слова. Михаил Юрьевич Крайнов отдал службе в правоохранительных органах 30 лет жизни. На момент истории с Феррояном кандидат в депутаты областной думы. Полковник внутренних дел. 30-секундное выступление на многотысячном митинге 4 августа 2013 года стало для него роковым. Прислоняясь перед подвигом простых ребят, перед тем, кто нас сегодня здесь и охраняет от всяких беспорядков, кто здесь присутствует под дождем. Тем не менее, нельзя не отметить, в том числе, как сказал президент, что корень этого преступления лежит в коррупции и продажности полицейских высших чиновников. Спасибо. В ходе выступления Крайнов также сообщил о том, что министру внутренних дел направлено письмо с требованием отставки Ивановского начальника ГИБДД и руководства УВД области. Через несколько дней выяснилось, что это самое руководство учинило служебную проверку в отношении него. В результате чего из органов полковника уволили. Теперь вот уже почти год Михаил обивает пороги судов. В первой инстанции вердикт был отрицательным. Теперь черед областного суда расставить точки над «и». Судом не принято во внимание то обстоятельство, что истец был временно освобожден от исполнения служебных обязанностей и именно и в связи с осуществлением и реализацией им целей участия в предвыборной кампании в статусе кандидата в депутаты Ивановского областного дома. Мы считаем, что публичное высказывание на митинге 4 августа 2013 года было выражением общественного мнения, которое сложилось на тот момент и в частности мнение президента Российской Федерации. Поэтому мы не согласны с той оценкой, которая дана в решении суда данному истунику. Как и ранее в Октябрьском в областном суде ИСЦУ, то есть Крайнову, отказали в проведении лингвистической экспертизы. Решили не в чем тут разбираться. По закону сотрудник правоохранительных органов не должен допускать таких высказываний, даже ссылаясь на президента, даже участвуя в выборах, даже будучи на тот момент освобожденным от служебных обязанностей. Сотруднику органов внутренних дел запрещается оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, общественным организациям, иным лицам, а также допускать публичные суждения в отношении политических партий, общественных организаций, должностных лиц и государственных органов. Это вопрос уже даже не местного уровня. Кандидат на выборах в первую очередь гражданин страны, обладающий пассивным избирательным правом, или сотрудник правоохранительных органов со своими служебными обязанностями. Правда, есть еще 67-й закон, который гарантирует одинаковые права всем кандидатам, вне зависимости от профессии. Но, видимо, все-таки не всем. На минуту мы просто представим. Вот сейчас идет у нас избирательная кампания с вами, да? Ну, представим так, что один из сотрудников органов внутренних дел избирался бы на должность губернатора, да? Или на должность там депутата любого там уровня. Получилось бы так, что, выходя к своим избирателям, он уже нарушил закон о полиции, закон об органах внутренних дел. В какой части? Во-первых, если он выступает от политической партии и зарегистрирован от нее, либо поддержан ею, то фактически он уже оказал ей предпочтение. Если он высказался по поводу любой иной политической партии, своей политической партии, любых должностных лиц, любых органов и общественных организаций, независимо от того, если он похвалил их, назвал их нейтральной работой, он раскритиковал в любом случае это суждение и оценка. И это значит, что он подлежит увольнению из органов внутренних дел. При такой трактовке получается, что и активным правом избиратели правоохранители пользоваться не должны. Ведь тем самым они отдадут предпочтение той или иной партии. Однако Фемида осталась слепа и глуха. И ходатайство о направлении дела в Конституционный суд было отклонено. Да и решение первой инстанции судьи после непродолжительного рассмотрения оставили без изменений. Опять же можно процитировать президента в данном случае. Сказать, ну, наверное, так, что всем, в общем-то, ясно и понятно. Они что, не хотят в этом разбираться? Возможно, но маловероятно. Наверное, здесь какие-то другие имеются причины, которые легли в основу данного решения. Защищая свои права и профессиональные, и гражданские, Михаил останавливаться не намерен. Вердикт областной Фемиды для него не окончателен. Это промежуточное решение. Самое главное, что с этим вопросом, ведь мы же выходили в Государственную Думу, в Центральную избирательную комиссию, на уровень председателей комитетов, на уровень руководителей, выходили в Верховный суд. Вот везде позиция однозначна, что да, закон несовершенен, и да, необходимо в данном случае разрешение Конституционного суда. Либо его разъяснение данной позиции, либо принятие решения, например, о признании определенных норм неконституционными. Полицейская несвобода слова для кандидатов в депутаты в этом случае обернулась катастрофой, ущемлением его гражданских прав. А сколько всего в стране таких случаев? Противоречия в законе нужно устранить. Возможно, Конституционный суд, куда Михаил решил обратиться самостоятельно, поможет ему разобраться в ситуации, в результате которой 30 лет службы оказались перечеркнуты 30-секундной речью. Наталья Романова, Андрей Семибуков, РТВ Иваново.